добрый день сегодня продолжаем наши прямые эфиры по тематике к это выйдет и сегодня мы разбираем породы так сейчас включим демонстрацию на крану и сегодня мы разберем только да то есть породы относящиеся к молочным и так сегодня разберем породы относящиеся только к молочным а вообще дальше у нас дальше у нас будут еще получается комбинированные породы двумя двух направлений и еще мясные породы дополнительно скажу когда будет прямой эфир и так так разбираем текст и дальше переводим его сначала мы разберем немного о породе что это такое вообще порода и дальше уже отдельно конкретно будем разбирать породы которые разводят в казахстане with a growing number of generations of selective breeding it become increasingly difficult to remember the relationships between the animals especially further back in the pedigree с ростом количества здесь вообще история о том как вообще пришли к тому чтобы скажем так учитывать породы да то есть учитывать происхождение это скажем так история подводит к этому и с ростом количеством поколений процессе селекции становилось скажем так было увеличение трудности да с запоминанием родственных связей между животными особенно то есть особенно с теми которые скажем так дальние дальние родственники то есть далеко назад то есть становилось труднее скажем так запоминать животных которые находятся особенно далеко артист LOOK This was the reason to start recordingazione pedigree on paper This was the reason to start recording pedigree on paper so that correct information could be reproduced and it could be proven that animal was of certain breed Это была причина начала записывать родословную на бумаге, то есть то, что трудно было запоминать, и стали записывать сначала на бумаге. Таким образом, правильная информация могла быть зафиксирована и могла бы подтвердить, скажем так, доказать, что животные были определенной породы. То, что они относятся к определенной породе на основании вот этих записей. The first third book was a thoroughbred horse and was established in England in 1791. И первая племенная книга была, скажем так, сделана для чистопородных лошадей, то есть начали с лошадей и была создана в Англии в 1791 году. Following the rise forces, the short-form cattle were next to start a herd book, there is still debate on that is a true definition of the term breed. И следующими за скаковыми лошадями была порода крупнорогатого скота Шартгорн. Ну то есть была создана, начата, скажем так, племенная книга, следующая этой породы Шартгорн. И до сих пор идут дебаты, что именно является достоверным определением термина breed. Ну то есть термин breed, его, скажем так, очень много вариантов. Да, то есть если вы будете искать, что такое порода, то найдете очень много вариантов. И как бы здесь говорится о том, что до сих пор идут споры о том, что же является породой. Ну давайте посмотрим, что может являться породой. И сначала разберем, что такое вид, да, виды и что такое порода. A species is a largest group of animals that are capable of interbreeding and producing fertile offspring. И вид это многочисленная группа животных, которая определяет, скажем так, внутри породы. И способна производить, способна производить плодовитое потомство. И порода это группа животных определенного, определенного вида, да. То есть это породой могут называться животные только внутри одного какого-то вида. То есть из разных видов их нельзя будет никак назвать породой. То есть это определенного вида через поколения, которые имеют определенные признаки и, скажем так, одну историю. То есть историю разведения, историю их, скажем так, происхождения, одинаковую историю. То есть у них одинаковые признаки, одинаковое происхождение и это животные одного вида. И здесь мы посмотрим два вида породы. То есть у нас есть два вида породы. Это native либо natural breed и selective composite breed. Чем они отличаются? native native natural breed. They are those for that human had a relatively low impact and natural selection strongly influenced. Это те животные, которые, на которые человек оказывал, скажем так, низкое влияние, да. То есть и естественный отбор, natural selection, да, очень сильно влиял. То есть это те животные, которые, скажем так, формировались под влиянием естественной среды. These breeds are well adapted to certain climatic conditions. И эти породы, они хорошо адаптированы, да, well adapted to certain climatic conditions, к определенным климатическим условиям. Обычно к тем, в которых они, скажем так, и образовались. То есть чаще всего эти породы, они, скажем так, локальные, да, и они хорошо приспособлены именно к тем условиям, в которых они и образовались. They are distinguished by their universal productivity, late maturity, endurance, strong body, and low variability of useful traits. И они чаще всего имеют universal productivity, универсальную продуктивность, да, то есть, ну, скажем так, как они могут производить и одно животное, и молоко, и мясо, и, возможно, не знаю, шерсть, и, возможно, это же животное может быть как использовано, допустим, в сельском хозяйстве, да, как некоторые до сих пор используют животных. То есть такой универсальной продуктивности. Также у них late maturity, позднее созревание, позднее половое созревание. Выносливость у них и хорошая выносливость и сильное тело. Но при этом низкая, низкая вариация, да, их полезных признаков, скажем так, они изменчивость, да, то есть низкая изменчивость их полезных признаков. Так, и чем же отличается selective или composite breed? Composite breed are a result of great human active. То есть составные породы, да, их так называют. Вообще, ну, как бы, у нас их называют культурные породы, да, то есть это именно те, которые были созданы человеком. И сейчас поймем, почему они composite. Это результат большой работы, большой человеческой деятельности, да, то есть если здесь человек оказал очень малое влияние, то на эти породы именно оказывал именно большое влияние. И определенная структура создана в этих животных. И важные, важные, полезные признаки, они передаются по... Они влияют на отбор и разведение животных, разведение животных этих пород. То есть здесь говорится о том, что эти животные, они созданы с определенными, с определенными признаками. И эти важные, важные, полезные признаки, они влияют, они созданы под влиянием отбора и разведения вот этих животных, да. То есть это именно целенаправленное действие человека и, скажем так, под этой, именно эта деятельность, она позволила вывести определенные полезные, закрепить определенные полезные признаки. Они имеют высокую продуктивность и вариацию, да, изменчивость. И что, скажем так, объединяет, да, эти породы? Что можно сказать? Здесь говорится о как раз-таки selective way, да, то есть о тех, которые создал человек. То есть у них common origin, общее происхождение, как мы уже сказали, да. То есть те, которые созданы человеком, чаще всего они создаются из двух и более каких-либо пород, сочетая которые, человек пытается добиться, скажем так, наилучшего результата и закрепить определенные признаки. Identical characteristics, да, то есть одинаковые какие-то признаки, характеристики у этих животных должны быть. Какие-то отличительные именно для этой породы. Stable transmission of traits by inheritance. И стойкая передача этих признаков по наследству, да, то есть потомству должны эти признаки не передаваться. A certain number of individuals и этих животных, чтобы назвать породой, нужно определенное количество животных, да, то есть даже если два животных, скажем так, обладают одним происхождением и какими-то общими характеристиками, да, то их нельзя назвать породой. Constancy and variability, да, то есть устойчивость, стабильность, постоянство и изменчивость у них, их признаков тоже является отличительной чертой породы. Да, то есть вот эти признаки, да, то есть вот эти признаки, если имеются эти признаки у группы животных, то их можно называть породой. И здесь мы видим, какие бывают породы, да, то есть виды делятся они по видам продуктивности. Это dairy, да, от таких dairy cattle, от них мы получаем молоко в виде продуктивности. То есть это комбинированные породы, то есть это комбинированные породы и породы двойной продуктивности, мы их можем еще так назвать. От них мы получаем молоко и мясо. И в зависимости от направления, они бывают milk-meat, да, то есть больше в молочную сторону, либо meat-milk, то есть это уже больше, скажем так, ведется работа с ними в сторону производства мяса. Следующее это beef, beef cattle, и их основная продуктивность, ради которой разводят, это мясо. И также еще, в принципе, можно назвать draft cattle, да, то есть те, которые являются тяговыми животными, но рабочими животными, но так как мы их рассматривать не будем, у нас они не используются в таких работах, поэтому, ну, вообще они не существуют. И, в принципе, когда рассматривают деление по продуктивности, то, в принципе, их тоже включают в других странах. И сейчас, как я уже сказала, сегодня мы рассмотрим dairy breeds, да, то есть молочные породы. И первая у нас это Холстейн, Голшчинская порода, when migrant European tribes Когда мигранты из Европы, европейские племена мигрантов из Европы, скажем так, обосновались в Нидерландах около двух тысяч лет назад, они хотели видеть животных, которые могли бы производить, которые могли бы хорошо использовать земли, да, то есть использовать земли, лучшим образом, скажем так, использовать. Чёрный крупно-рогатый скот в авитании и белые коровы, фриские коровы, да, белые фриские коровы, разводили и strictly called, скажем так, выбраковывали очень, скажем так, жёсткий отбор, да, был, жёсткая выбраковка была. И производили животных, которые были более эффективными, продуктивными и более молочными, и которые могли, скажем так, использовать limited feed resources, ограниченное количество кормов, да, то есть на основании вот этих чёрных и белых животных они выводили, оставляли, скажем, тех, да, которые были эффективными, продуктивными и хорошо использовали корм. Эти животные генетически превращались в эффективных, высокопродуктивных, белочерных молочных коров, известных как Голштино-Фрискии. With the settlement of the new world's markets began to develop for milk and milk in America. With the... с переселением... с переселением новых... нового... нового мира... markets... рынок начал развивать молочное направление в Америке, да, то есть с переселением нового света имеется в виду, что с переселением европейцев на североамериканский континент, рынок... рынок молока, он развивался, да. Their breeders turned to Holland for their cows. и молочные... молочные селекционеры, да, они обратились к голландцам за их коровами, да. the Holland cows in 1852, 1857, 1859, and 1861 were exported to the USA. и голландские коровы вот в этих годах, да, в 1852, 1857, 1859, 1861 были экспортированы в Америку. In the late 1800, there was enough interest amount of Holstein breeders to form associations to record pedigrees and maintain herd books. And in the late 1880, and in the late 1880, there was an interest of this period between, скажем так, разведенцев галштинской породы сформировать ассоциацию и записать правословную и вести племенную книгу, да, то есть начать вести племенную книгу. То есть в середине в середине века они начали завозить животных и в конце века у них уже возникла потребность того, чтобы записывать, начать вести племенную книгу и записывать родословную этих животных, разводимых. Ассоциация была создана в 1885 для создания Холстин Физион Ассоциация Ассоциация была создана в 1885 году как ассоциация была создана Галштин Фризская Ассоциация Галштин Фризская Ассоциация Америки in 1995 the name was changed to Holstein Association USA и в 1994 в 1994 году имя поменялось на Галштинскую Ассоциацию Америки такая история и здесь мы сейчас можем посмотреть основные виды то есть основные показатели продуктивности отличительные характеристики не только продуктивности то есть milk production молочная продуктивность у нас на уровне так давайте посмотрим в Казахстане у нас 7000 and health from 7000 to health to 9000 kilos 9000 plus то есть есть больше 9000 килограмм продуктивность то есть 7500 до 9000 такая продуктивность в Казахстане и здесь есть также для сравнения в Америке какая продуктивность за 21 год вообще надо сказать что продуктивность она довольно очень изменчива так как галштинские животные они есть на абсолютно всех континентах почти во всех странах поэтому соответственно везде разные условия и разные условия скажем так как природные так и разные возможности для разведения поэтому продуктивность она довольно разная в зависимости от конкретных условий bulls weight то есть вес быков вес быков у нас 960 960 60-1,200 кг. Кow's weight 600-700 кг. Бирс weight 40-60 кг. То есть окрас их бело-черно-белый будет. Еще это не закончили. Итак, record milk production, то есть рекордная молочная продуктивность. На сегодняшний день все рекорды молочной продуктивности принадлежат именно этой породе, поэтому животные с рекордной продуктивностью будут именно здесь. The 13-year-old Register Holstein, Кром with Charles, 3044, in Nottingham, Pennsylvania, recently, is in her 10th lactation and broke the record with her lifetime milk production record of 260,907 кг. of milk and 6,553 кг. of fat and 5,704 кг. of protein и здесь у нас в том, что 13-летняя зарегистрированная голштинская корова, да, кром with charlis под номером 3044 в Nottingham, штата Пенсильвания. она в данный момент на ее 10-е лактации побила рекорд с ее пожизненной молочной продуктивностью, да, то есть здесь продуктивность за весь ее жизненный период 10 лактаций и рекорд составил 216,907 кг молока, да, за 10 лактаций и если в пересчете на молочный жир, то это получилось 6,553 кг и протеина получилось 5,704 кг. вот такая корова это рекорд 23-го года, то есть в этом году было следующее red and white holstein, да, то есть там мы говорили про black and white holstein и теперь red and white. They were discriminated against by the holstein prison association for decades. Now they are welcome part of the herd. They имеется ввиду эти коровы были дискриминированы ассоциацией голштинофризов десятилетиями, да, но сейчас они желаемая часть стада. They originated in the U.S. and Canada. Then farmers started selecting for the recessive red hair color trade of holstein. и созданные в Северной Америке они фермерами начали фермеры начали их отбирать как рецессивный, да, то есть как рецессивный ну то есть рецессивный вен, да, красных, с красными волосами, да, с признаком, с таким признаком, как красный окрас. This breed is the most recently recognized coming in 1964. И эта порода, она более она начала регистрироваться, да, с 1964 года. В общем, история такая, что эта порода, она, скажем так, долго не признавалась, то есть в процессе выведения галштинской породы у североамериканских производителей постоянно выходили телята, да, вот с таким окрасом, но они их, скажем так, discriminated, да, то есть они не признавали и считали, что это нежелательный признак, так как основная галштинская порода, она имеет черно-пестрый окрас. И потом уже подумали, что возможно стоит создать отдельную породу, тоже из этих же, получается, галштинов, мы отбирали именно так, как этот ген является рецессивным, да, то есть он намного реже встречается и этих животных их намного меньше, конечно. и по продуктивности тоже надо сказать, что они довольно хорошая продуктивность, целосложение, но все-таки у них несколько меньше продуктивность, но, как я уже сказала, довольно неплохая все равно. но опять-таки скажу, что все рекорды, да, продуктивности именно галштинской породы черно-пестрой. Так, дальше. Black monthly cattle, это у нас черно-пестрая порода. the black monthly breed was farmed in the USSR as a result of the crossing of local cattle breeds in different areas with the breeds of black and white cattle of Holland origin. и черно-пестрая порода была сформирована, образована в СССР как в результате скрещивания местных коров и местных коров из различных зон. То есть территория была большая, поэтому здесь именно это тоже имеет значение, что местные животные были из разных и климатических зон, климатических, экономических, и были скрещены с породами. Black and white cattle, Holland region, то есть были скрещены с животными, черно-пестрыми из Голландии, то есть голландскими быками. То есть на местных коровах использовали голландских быков. The delivery of poor breed cattle from Holland lasted more than twenty or two hundred years. И чистопородное разведение животных от голландских было в последние 200 лет. То есть на протяжении последних 200 лет велась эта работа. The cattle imported from Holland were crossed with local. И крупно-рогатый скот импортировали из Голландии. И импортированный из Голландии был скрещен с местным. И в 1959 году эта порода, она была зарегистрирована официально. И посмотрим у нее характеристики. И на самом деле она имеет очень много тоже различных подвидов. Поэтому тоже трудно сказать насчет какой-то общей продуктивности. Но здесь у нас по Казахстану за 22-й или за 20-й год. Это у нас за 305 дней 4271 килограмм. Буллс весит 800 и 1,100 килограмм. Буллс весит 550-600 килограмм. Буллс весит 35-45 килограмм. И цветы черно-буллс весит 35-45 килограмм. То есть в такой же имеет окрас черно-пестрый, как и галшкинские животные. Следующая порода, Red Steep. Это у нас красная степная порода. This is no single weave of the original Red Steep cattle. Нет одного единственного взгляда на происхождение черной, красной степной породы. It is known that it was formed as a local breed in the middle of the 18th century. Известно, что она была сформирована как локальная порода в середине 18 века. То есть как местная порода. One group of investigators sees the origin of Red Steep cattle as linked with the movement of settlers from various areas of Germany to the south of the Ukraine. И одна группа исследователей рассматривает происхождение этой породы как связанное с переселением переселенцев. Ну так и есть переселением переселенцев в различные регионы из различных регионов Германии в Южную Украину. То есть что послужило, скажем так, созданию этой породы. They assume that the founders of this cattle were the Franconian, Brault and other German breeds. Они также, скажем, предполагают, что основатели этого проекта, создатели этого крупнорогатого скота были франконианский, либо серый, либо другие породы Германии. То есть здесь перечислены породы, которые, скажем так, были основой для создания красной степной породы, по мнению некоторых исследователей. The other group of investigators believes that the common type of productivity point to a link between the red strip and the angels and red children breeds. Другая группа исследователей говорит, что распространенный тип и продуктивность связана с красной степной породой, это англерская и красная трендемская порода. То есть что у красной степной есть общие признаки, да, и продуктивность. То есть эти точки, они связаны с породами англерской и красной трендемской породы. Some experts think that the best frisian breed considerably influenced its formation. И некоторые эксперты думают, что восточные фризы, порода восточных фризов сильно повлияла на ее формирование, на формирование красной степной породы. Но это не Ach角 mandателки в центре Подвинский и красной, Но есть утверждение, что местные животные в Южной Украине, особенно серые, серая украинская, она играет существенную роль в формировании красно-степной породы. То есть здесь перечислены те породы, которые, скажем так, зарубежные, могли повлиять на эту породу. Потому что, как мы видим, здесь нет никаких доказательств, потому что нет ни записей, ни каких-то таких документов. И некоторые связывают с переселением других народов, допустим. Но также указывают, что, возможно, это местные породы тоже оказали влияние на формирование этой породы. И посмотрим, какие у нее характеристики. Это 3108 килограммов молочная продуктивность за 305 дней, тоже по Казахстану, среди породных животных. Полный вес вес 750-850 килограммов. Вес выков 750-750 килограмм, каус-weight 500-570 килограмм, и веерс-weight 60-66 килограмм. Color red and red of various heads from light to dark. Красный либо различный серый от темного до от светлого до темного. Аулиатан, аулиатинские животные, created in Kazakhstan and Kyrgyzstan by crossing local cattle with Holland bulls, созданные в Казахстане и Кыргызстане путем скрещивания местных коров и голландских букв. Кыргызстан был approved in the middle of the 20th century и зарегистрирована порода в середине 20 века. Кыргызстан are adapted to local hot climatic conditions more recently to salariosis and pyroplasmosis. Животные хорошо адаптированы к местным жарким климатическим условиям и хорошо резистентны, имеют большую высокую резистентность к телериозу и пироплазмозу. То есть это болезни, они как раз таки в жарких условиях, паразитарные болезни. И именно эти животные, так как участвовали здесь локально местные породы, то животные имеют хорошую приспособленность, адаптивность, резистентность к этим заболеваниям. И их характеристики. Milk production 3,382 килограмма. Молочная продуктивность. Bulls' weight 750-770 килограммов. Cows' weight 400, 40-470 килограммов. Birth weight 60-66 килограммов. Color black and white. Так как мы говорим, что здесь тоже голландские, в большинстве у нас участвуют голландские животные в создании пород, то они тоже у нас black and white. Бестужевская порода. Тоже она, не так много ее в Казахстане, очень мало, я бы сказала даже. The creation of the breed began at the end of the 80th century by crossing local cattle with the short-grown breed imported from England. Создание породы начинается в конце XVIII века скрещиванием местных коров с шарфгордской породой, импортированных из Англии. И позднее в результате скрещивания полученные полученные кроссы были скрещены с животными голландской, шарфгордской и сементальской пород и другими породами. То есть сначала их скрещивали с местных, с шарфгордскими, а потом уже по месей кроссы смешивали, осеняли уже голландскими, шарфгордскими и сементальскими животными. The formation of the breed was completed by the middle of the 90th century. И формирование породы было закончено в середине XIX века. И характеристики. Милк продукция 4,300 кг. Буллс весит 750-950 кг. Буллс весит 32-40 кг. Красный, бурый и белый отметины бывают новыми. В общем-то это была последняя порода, которую мы сегодня рассмотрели. Такие молочные породы разводят в Казахстане. И в следующий раз мы рассмотрим комбинированные и мясные породы. Дополнительно сообщу все новости в YouTube-канале и в Telegram-канале. Тоже можно смотреть, когда будут прямые эфиры. А на сегодня все. Если будут вопросы, можете задавать их в комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...